Николай Савуляк уже и не помнит, сколько дней трудится на своем тракторе, укрепляя насыпи. Сгребает грунт, подвозит мешки, делает все необходимое, не глядя на часы. Надо? Нет вопроса, зачем, почему, сколько работать. До ночи, до утра разницы нет. Вода не спрашивает, она прибывает. Они спрашивают, до скольки, до семи ты сегодня работаешь или до девяти. Поэтому, чтобы людей не затопило, нужно действовать оперативно. Ежедневно по несколько часов работают и волонтеры. Несмотря на холод и пронизывающий ветер с реки, без устали нагребают мешки. Их наполнили уже около 80 тысяч. Самые тяжелые лопатами мужчины работают. Мы только держим мешки, завязываем, складываем. Ну, если щебень, то еще сами руками собираем. Народу надо много, и любая помощь необходима. Да и на свежем воздухе поработать, витамин Д. Насыпь Ворогушина уже полностью готова. Владимир Баламоин живет здесь больше 30 лет. Вода от его дома в нескольких метрах, но опасений нет. За строительством насыпи наблюдал сам. Ну, молодцы, они хорошо делают вообще. Быстро и шустро. На совесть. И на совесть. Пришлось в воде ползать им. Вот участок какой-то тут. В Ворогушинском поселении сделано 14 насыпей протяженностью порядка 4,5 километров. Чтобы вода не прошла, необходимо их правильно защитить. Насыпь в русских медянках немножечко у нас, она была одна из первых. Немножко повредилась уже, вода достаточно высоко поднялась. Если бы не сделали насыпь, улица Заречная у нас, скорее всего, уже бы плавала. Поэтому это результат, как говорится, налицо. Сейчас ребята МЧС профессионально все укрепят. Я думаю, если сильно больших подъемов все-таки воды не будет, по Табулу здесь мы выдержим. В деревне Русские Медянки насыпь нужно тщательно укрыть пленкой, прижать тяжелыми мешками, да еще и веревками притянуть, чтобы не раздувались на ветру. Сотрудники МЧС уже получили опыт такой работы на соседних территориях, например, в Агайском районе. В обязательном порядке создаются графики объезда данных насыпей, и в постоянном круглосуточном режиме данные сооружения будут мониториться, и обстановка вообще на данной местности, не только на данной местности, будет в постоянном режиме. Пик паводка в Табульском районе еще не пройден. Члены эвакуационной комиссии обходят зоны возможного подтопления и информируют население о складывающейся обстановке. Анастасия Терехова, Рустам Рузеев, Табульское время.